Собираться в таком составе 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, это уже традиция. Руководители общественных организаций, представители городской администрации, отрасли образования и здравоохранения обсуждают все проблемы, которые возникают у семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. А меньше вопросов не становится. Впрочем, как и самих детей с этим диагнозом. Еще два года назад таких особых детей в Сочи было меньше в два раза. Сегодня на курорте проживает 128 детей-аутистов. Больше их стало за счет приезжих. 27 ребят учатся в школах, 35 посещают детские сады. Управление образования Сочи разработало образовательный маршрут для школьников с расстройством аутистического спектра. Врачи же сформировали дорожную карту по профосмотрам и обследованиям. Особое внимание – раннему выявлению аутизма. К слову, помочь врачам детских поликлиник в этом вопросе могут и специалисты психоневрологического диспансера Сочи. Давайте тоже инициативы вносить, какие-то совместные делать семинары, куда приглашать наших специалистов и ПМПК, и родителей, и педиатрическую службу, где ваши специалисты рассказывают про основные признаки, которые мы можем различить до года. Я педиатр, я отвечаю конкретно только за это. А за то, что я могу пропустить ребенка с аутистическим спектром, у меня душа не болит. Вот это плохо. И потом мы получаем уже 4 года неговорящего ребенка без запущенного. Вводим дополнительные регламенты для нашей педиатрической службы, с тем, чтобы у нас вся система работала на раннее выявление. Раннее диагностирование аутизма, надлежащее обследование и терапия, имеют жизненно важное значение для дальнейшего развития ребенка. Впрочем, как и реабилитация. Для этого в Сочи работает досуговый, к слову, бесплатный центр «Особое детство». Помещение для занятий выделил муниципалитет. Нам помогли там сделать прекрасный ремонт, который был сделан за счет бюджета городского. И помимо этого глава города Сочи побеспокоился о том, что мы в прошлом году участвовали в конкурсе некоммерческих организаций социальной направленности. И мы получили субсидии на покупку оборудования, инвентаря и расходных материалов, которые нам сейчас дают возможность иметь прекраснейший центр, которому могут позавидовать даже столичные центры платные. 80% воспитанников центра, который работает на улице Макаренко, 24 – это дети-аутисты. Социализируются здесь и юные сочинцы с синдромом Дауна, ДЦП, с умственной отсталостью и нарушением речевого развития. Здесь готовы помочь каждому ребенку. Впрочем, как и самой семье, которая с появлением особого ребенка также становится особой.